Всем ребят привет всем любителям металлопоиска сегодня вашему вниманию чистка монет все мы копаем и откапываем монеты очень грязные порой удручающего состояния налет и окислы даже пугают и задумываешься а сможет ли мой метод их почистить сегодня я вам предоставлю очередное средство которое вам поможет отбросить ваши сомнения сможете ли вы почистить свои находки для своих коллекций забегу вперед сможете вашему вниманию представлены монеты двух вариантов монеты с очень сильными окислами где частично проглядывается рельеф и второй вариант это монеты неплохого внешнего вида я подобрал монеты разных сплавов чтобы было наглядно вам показано с какими монетами это средство справляется хорошо а с какими не очень медные монеты царского времени а также монеты советские раннего и позднего выпуска из сплава алюминистой бронзы и медно-никелевая а также в эксперименте используются серебряные монеты 500 пробы монеты с очень большими окислами и под этой зеленкой невозможно определить какого сохрана монеты лишь только чистка нам даст понять годные монеты для ваших коллекций или отправиться к остальным кокаликам хочу сразу предупредить не стройте иллюзий что жидкость идеально справиться с окислами что такое окисел это болячки и как вы знаете после любой болячки на теле человека образуется шрамик вот и на монетах то же самое ну а чистить будем чистящим средством которое доступно каждому это селитбэнк антиналет плюс блеск но хочу вас предупредить что не каждое средство подходит для чистки монет внимательно читайте состав жидкости в нашем случае мы используем щавелевую кислоту ну что приступаем к чистке для этого нам понадобится любая посуда в емкость наливаем жидкость и помещаем в них наши подобные образцы в каждую емкость мы погружаем монеты одного сплава с сильными окислами и слабой загрязненностью в первую мы погружаем царские медные монеты во вторую советские алюминистая бронза в третью советы медно-никелевого сплава и в четвертую монеты из серебра и все это хозяйство оставляем предварительно на 5 минут для того чтобы окислы и грязь на монетах размяты а мы уже видели бы какого сохрана монеты спустя 5 минут вынимаем монеты и осматриваем внешний вид трех копеечная монета медная николаевская достаточно хорошо почистилась на ней были небольшие окислы и и в основном только загрязненность патина потихонечку сходит должны сами понимать и монета готова следующая монета это монеты Анны Иоанновны монета с большим наростом с большим окислом и средство потихоньку избавляется от него но все же зелень остается и монету будем продолжать держать в жидкости минут десять следующее что мы будем смотреть это монеты советского периода советская монета хорошо идет чистка зелень с нее сходит но остаются красные пятна и монета будет наверное вся красная в связи с тем что она уже покраснилась но зелень осталась и мы оставляем следующая монетка это 5 копеек была достаточно хорошего внешнего вида но были небольшие очаги окислов и на месте этих окислов образуется краснота шрамики так называемые о которых я уже говорил изначально погружаем и дальше чистим следующие монеты медно-никелевые двадцати копеечные как мы видим сохран монеты удручающий зелень сошла вся абсолютно вся но вместо зеленых пятен становится красным и монета покраснела и это плохо следующая монета была неплохого внешнего вида рельефчик достаточно высокий но вместо зелени также появилась краснота это проявляется медь поверх никеля но это не беда эту красноту возможно и реально удалять но она бордовая темная и мы нужно чтобы эта краснота была немного светлее такая красная розовая и розовую налет будем удалять следующие монеты серебряные что у нас это царская и как видите на ней какая-то шероховатость какие-то болячки пупырчики и это означает что монета достаточно была в агрессивной среде достаточно много времени чистим дальше 10 копеек ох какая внешняя хорошая качественная структура монеты просто огонь и монету дальше чистить смысла нет монета в идеале мы ее все на этом заканчиваем но остальные монеты оставляем еще на 10 минут спустя 10 минут снова достаем и осматриваем что же происходит с нашими монетами деньга процесс чистки идет хорошо но хочу вам сказать что именно этот образец именно этот тип монеты плохо чистится в связи с тем что структура меди достаточно рыхлая и результат может быть плачевный так что будьте аккуратны ну а так пусть чистится дальше что у нас происходит с советскими 5 копеечными монетами как вы видите краснота немножко ушла бордовый цвет и монета светлеет и это очень очень хорошо значит чистка идет благополучно но все же монету нужно дальше продолжать держать чтобы бордовый цвет исчез и поменялся на розовый достаем очередную монету 5 копеечную которая была очень хорошего внешнего вида и как видите результат налицо монета практически готова в местах где была зелень остались небольшие кратеры и в кратерах есть очаги красноты ее надо продолжать чистить следующие монеты это медно-никелевая что у нас произошло помните да какие они были до и какие сейчас зелень сошла вся но краснота осталась ничего страшного красноту будем убирать при помощи полировки следующая монета была достаточно бодрого внешнего вида 20 копеек рельеф высокий но краснота осталась будем удалять но все же бросаем и пусть еще лежит чтобы цвет был розовый следующая монета это серебряные царская монета достаточно хорошо идет процесс чистки но к сожалению она очень долго лежала в агрессивной среде и на ней появились какие-то болячки пупырчики к сожалению сразу хочу сказать что эти болячки уйдут и вместо них появятся кратеры шрамики очень печально ну а что насчет следующей монеты сейчас посмотрим какой внешний вид у нее как вы видите 10 копеечная монета куда-то пропал у меня фокус ну-ка фокус 1 2 3 и фокус появись в общем монета была просто-напросто грязная небольшой налет и щалевая кислота справилась на ура результат просто шедевральный монета готова идеальная монета для коллекции ну а 3 копеечную царскую медную монету и как вы видите я уже покрыл патиной и неплохо получилось патину можно сделать светлее можно темнее но самое главное то что результат шикарен ну что ребята в принципе метод щавели кислотой чистить хорошо но хочу дальше использовать нейтрализатор ржавчины и сейчас те которые монеты у нас были чистились щавели кислотой и не до чистились я посчитал нужным вам показать именно свой метод который я хочу вам продемонстрировать щавелевая кислота чистит но нейтрализатор ржавчины доделает дело с чем щавелевая кислота не справилась вот такие вот монеты после щавелевой кислоты и продолжаем чистить медь в одну баночку в первую алюминистая бронза тоже во вторую в третью погружаем медное никелевое и серебро и оставляем также на 5 минут спустя 5 минут мы достаем наши монеты и смотрим как вы видите медь чистится до чистого металла и появились светлые очаги эрозия зелень потихоньку сходит и болячки все таки присутствует нам их нужно убирать обязательно потому что может эта зелень прогрессировать в дальнейшем после того как вы ее запатинируете законсервируете и это будет удручающе следующее что мы смотрим это 5 копеечные монеты как вы видите болячка исчезла но на месте болячки появился такой бордовый кратер и этот кратер нам нужно также удалять потому что это также некрасиво будем удалять пусть лежит дальше следующая монета которая была бодрянского внешнего вида смотрим на результат краснота практически исчезла практически и я считаю что монету можно убрать следующее медно-никелевые монеты бордовый цвет исчез и осталось всего-навсего такие розовые пятнышки их мы будем удалять при помощи полировки следующая монета также хорошего внешнего вида розовые очаги остались полировка паста гои и все серебро достаем еще разочек и смотрим как вы видите болячки сходят потихоньку но в некоторых местах где были болячки остались небольшие кратеры и это конечно же очень-очень плохо но без этого никуда помните какой раньше был внешний вид вернусь к меди медь я думаю дальше чистить не стоит потому что немного сохран ухудшается зелень очень сильно проникла и как бы структура слабая по результатам чистки вот смотрите все вашему вниманию оставлял монеты еще на 10 минут трех копеечная монета практически почистилась сразу при помощи щавелевой кислоты и сохран очень хороший следующее дочищивал при помощи преобразователя ржавчины достаточно хороший внешний вид стал год отчетливо проглядывается надпись и рельеф я сохранил хотя монета конечно же изначально была убитая но дали вторую жизнь данной монете что касается советских монет результат налицо все получилось шикарно однотонный цвет очень хороший и я думаю ее полировать не стоит красноты в ней нет монета получилась на ура но как видите в месте где была зелень остался вот такой вот кратер но ничего страшного по крайней мере монета больше цвести не будет следующая монета была очень хорошего внешнего вида и результат смотрите какой очень хороший где была зелень остался небольшой кратер красных пятен в ней нет и в данном случае тоже был кратер был удар и зеленка все это удалилось и монетка в принципе бодрая что касается медно-никелевых монет краснота осталось их осталось только заполировать при помощи пасты гоя и войлока краснота я вас уверяю уйдет если же не уходит то вернуть монету уже будет проблематично к родному белому цвету в данном случае мы ее почистили помните да какие они у нас были да раньше были ужасные что касается серебряных монет царскую монету мы почистили достаточно бодренько но места кратеры на них остались что касается 10 копеечной 29 года сохранчик просто отменный монета получилась просто на ура рельеф высокий зачетный что хочу сказать про царскую видите да очаги кратеры остались это 500 проба и это в принципе в порядке вещей слабое серебро результат плохой но 10 копеек просто шикарный вот в принципе ребята и все результат после чистки щавелей кислотой работает можете пользоваться именно в виде селитбэнк повторюсь еще раз обращайте внимание непосредственно на состав щавелевая кислота есть хлорная соляная но нам нужно щавелевая на этом и все оценивайте мое видео как вы считаете нужно пальчик вверх вниз как угодно не забывайте подписываться у нас очень много интересного на этом все всем пока до новых встреч просто на на просто да на не все мы это все очень